привет мы рады приветствовать тебя на нашем канале меня зовут евгений сегодня мы поговорим о очень интересном автомобиле которая называется suzuki джимми в четвертом поколении да это не просто джимми это джимми сиера и чем он отличается от обычного джимми я тоже расскажу мы поговорим о его характеристиках о том почему он такой интересный короткие полноприводные прочее далее мы поговорим об истории этого автомобиля а это очень интересно послушать и конечно же мы обсудим его цену на сегодняшний день у нас в автосалоне suzuki джимми этот он не новый он 2019 года приехал из страны восходящего солнца соответственно с японии и пробег у него 63 4000 километров около того состояние у машины просто отличное как и снаружи так и в салоне и вы можете сами в этом убедиться приехав к нам в автосалон вот здесь qr-код там вся информация есть ну что меня зовут евгений и добро пожаловать на борт этого обзора здесь стоит интересный двигатель он четырехцилиндровый потому что на обычных джиммиков и сиеррах бывает трехцилиндровый двигатель в нашем случае четыре цилиндра атмосферной на механике что немаловажно конечно же это настоящий рамный внедорожник с неразрезными мостами на трех рычагах независимой пружинной подвеской с тягами панара и стабилизаторами поперечной устойчивости парт-таймом понижайкой и прочими внедорожными атрибутами вроде демпфера в рулевой задних барабанных тормозов механического привода раздатки и длинного руля 4 2 оборота то я вам расскажу еще одну интересную историю а интересная история заключается вот здесь эта история toyota land cruiser а в семьдесят первом кузове он новый но да он стоит гораздо дороже но это уже совсем другая машина у нас их было три в наличии остался один 70 юбилейная версия черные глянцевые нотки присутствуют на кузове этого автомобиля ну и по салону там тоже есть интересности мы его снимали ссылочка будет вот здесь цена на него сегодня за новую машину но все-таки мы их не зря рядом поставили так сказать джимми сегодня у нас будет королем вечеринки а land cruiser но типа в группе поддержки джимми четвертого поколения он унаследовал черты своих предшественников именно самого первого поколения история этой машины она глубоко уходит в 1967 год звуки джимми первого поколения появился на свет в семидесятых и уже и сочетал в себе низкую цену простую механику мало эксплуатационные расходы и крошечный вес всего 590 килограмм это не только помогало ему в преодолении бездорожья но и облегчало его вызволение в начале он выдавал целых h25 лошадиных сил lg 10 был оснащен системой полного привода без центрального дифференциала ходовая часть состояла из листовых рессор и ведущих мостов спереди и сзади рулевое управление было червячно роликовым первая версия джимми имела большой успех в японии автомобиль первого поколения дорабатывался и улучшался в течение 11 лет их производства восемьдесят первом году suzuki выпустила второе поколение джимми модельный ряд включал себя версию кей для удовлетворения потребностей внутреннего рынка японии а также целое семейство экспортных вариантов с множеством различных наименований suzuki джимми модель джей 30 оснащалась двухтактным двигателем lg 50 который использовался еще в первом поколении на экспорт поставлялась модель cj 40 эта версия могла похвастаться восьмиклапанным двигателем suzuki f10a 51 лошадиная сила при 5000 оборотов в минуту автомобиль по-прежнему строился на шасси лестничного типа в 1996 году был представлен джимми с винтовыми пружинами вместо рессор это улучшило управляемости качество езды в целом хотя еще не сравнимо с независимой подвески девяносто восьмом году suzuki джимми третьего поколения или самурай или сиера получил гораздо более приятный вид этот автомобиль имел четырех или пятиступенчатую механическую коробку передач в зависимости от рынка и времени производства для обновленной версии был выбран двигатель 80 лошадиных сил для европейского рынка начиная с 2004 года в испании выпускалась дизельная версия jb 53 ну и теперь suzuki джимми четвертого поколения дебютировал в 2018 году и мгновенно получил почти всеобщее признание новая модель очень удобно а ее эргономика тщательно продумано система полного привода осталась почти такой же как и на предшественники экспортная версия автомобиля джимми сьерра физически шире и оснащена полуторалитровым четырехцилиндровым безнадувным двигателем к 15b 103 лошадиные силы при 6000 оборотов в минуту коробка передач представляет собой пятиступенчатую механическую или четырехступенчатую автоматическую suzuki джимми производится и продается во многих странах он претерпел множество улучшений но остается верным своим корням и это очень мудро в общем что касается комплектации здесь у нас сам неплохая резина это раз во вторых светодиодная оптика этой поворотники и ближний дальний свет туманки омыватели фар присутствуют у нас есть здесь шноркин также на борту присутствуют система предотвращения столкновений система выезда из полосы abs анти пробуксовочная система и прочее все остальное соответственно электропакет есть бесключевой доступ есть все чем можно жить она здесь присутствует комплектация на самом деле гораздо интереснее нежели чем у того же самого 70 но 70 это совсем другая история капот как у всех машин открывается одинаково но надо привык на самом деле железный тяжелый капот здесь кочерга когда его ставишь его уж маленько перекашивает это четырехцилиндровый рядный двигатель к 15b 102 лошадиные силы и 130 крутящего момента все-таки эта машина конкретный внедорожник воздушный вот он сверху в общем все тут везде в доступе длина этого зверька 3550 миллиметров в длину и 1600 с копейкой в ширину и что касается его высоты это 1730 миллиметров джимми это реально маленький и голенваген у него минимальные свесы пластиковые расширители а задняя дверь раскидывается прям как у голенвагена совсем большого что касается салона он скромных размеров но сидеть реально удобно ну то есть место более чем достаточно здоровенная дверь то есть тут можно прям просто выходить через нее руль удобной стандартный suzuki 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 соответственно здесь есть несколько дополнительных опций во первых это не штатное головное устройство китайская но здоровый экран там навигация всякая фигня потом есть еще вот такая вот кармашек сюда телефон ставить просто божественно такой вот очень своеобразный переключатель скоростей а вот здесь розочки не хватает еще реально розочка или там кто-то маленький крабик какой-то был или таракан какой-то тоже в стекле а-ля советский союз у нас здесь есть кондиционер у нас здесь есть автоматический условный однозонный климат у нас есть электро стеклоподъемники есть отключение системы стабилизации помощь спуска с горы и вот он самый главный волшебный рычажок это то что вот 2вд вот 4вд и нажать и туда дальше это уже пониженный ряд интересное здесь это то как все это сделано ну то есть если мы садимся в семидесятку мы погружаемся в 90 если мы садимся сюда то это уже что-то как-то похоже реально на рэнглера хотя бы где-то так издалека сиденье обычная тряпка регулируется в двух направлениях вперед назад и спинка сиденья реально удобным при моем росте 182 сантиметра то есть но я могу так сесть могу чуть-чуть там откинуться соответственно здесь посередине у нас есть бортовой компьютер пробег 72000 я там маленько соврал ну понятно тут китайский этот дисплей тут много всяких настроек они особо никому не интересны да есть камера заднего вида ну понятно что не поворотная она тоже не штатная ручка за которую можно держаться на ухабах и она кстати здесь разделена еще светодиодный плафон здесь и там светят просто восхитительно это наверно первая машина в которой я сижу и я вообще все вижу музыка сами колонки динамики здесь такое откровенное дерево то есть я вот не побоюсь этого слова басов нет вообще если вы меломан то динамички стоит бы поменять туша ешь вот так раскачивают в разные стороны жесткая полторашечка бук лакшери премиум спа резотт дать не приходится все-таки предназначение этой машины это оффроуд и для оффроуда это очень интересная тачка еще вопрос кто поедет веселее 70 или джимми хотя владельцы полноразмерных внедорожников таких как land rover или land cruiser могут насмехаться над миниатюрными размерами джимми но на самом деле это был очень способный внедорожник а иногда он мог проехать там где им просто это не снилось его легкий вес и небольшие размеры придавали джимми маневренность недоступную для его тяжелых конкурентов примером этого может служить экспедиция гонсало браво и эдуарда каналис по восхождению на их джимми cj 40 на охас дель салада ванда на границе между аргентиной и чили это высочайший вулкан на земле и 2 по высоте вершина южной америки его самая высокая точка находится на высоте 6688 метров и маленький джимми совершил восхождение на эту гору чтобы побить предыдущий мировой рекорд поставленный автомобилем джип рэндлер 6646 метров команда джип так гордилась своим достижением что поставила табличку с надписью парковка только для джип все остальные сюда все равно не доберут браво и канализ решили что они не могут оставить этот знак нам потому что они только что доказали его ошибочность поэтому они вежливо увезли его с собой маленькому джимми потребовалось несколько модификаций чтобы успешно совершить это путешествие большие шины и усовершенствованная подвеска чтобы они поместились также был установлен четырехцилиндровый двигатель suzuki j16a с надувом чтобы придать машине необходимую для трудного подъема мощность потребовалось три попытки а рекорд продержался до 2019 года но теперь давайте представим что я такой маленький пассажир и мне нужно залезть назад что нужно сделать здесь есть такая вот педаль к 1 далее вот так вот 1 2 2 потом на себя так и так сушки но ноги реально в принципе нормально ну то есть я как бы сижу понятно я уперся но это все мягко очень длинная подушка не на самом деле здесь сзади для задних пассажиров пойдет по месту реально удобнее чем семидесятки сидеть это все железо это пластик ни одного кармашка про зарядки вообще молчу но есть ручка держаться и вторая ручка держаться есть очень крутой фонарик есть ремни безопасности есть кстати даже и за фиксы а нет смотри тут есть розетка вот собственно и все что есть для пассажиров заднего ряда вот есть кнопочка все увидели чтобы ко мне вопросов потом не было вот на кнопочку нажали на рычажок надо короче вот так вот встать развернуться и вот так вот выйти как заходили так и выходим а это еще и сидушка максимально назад было да ну тогда это за один нормально там место пойдем багажник покажу задняя часть минималистично петли прикрыты пластиком запасное колесо место под номер но и задние фонари открывается просто изумительно вот так вот раз отпустили и она на амортизаторе сама открывается но это же не уровень в общем багажника здесь можно сказать нет но есть такой вот подпол сюда что-то можно положить если мы переднее сиденье опустим и у нас получается ровный пол и в принципе здесь можно спать но если очень маленький человек вот теперь что-то более или менее похоже на багажник пол ровный сюда можно реально что им положить там палатки может быть снарягу какую-нибудь и поехать ну и закрывается он тоже конечно очень хорошо очень классно так вот раз его просто и все а пойдем сейчас покажу как семидесятка закрывается давай 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 смотреть открыли раз два доводчики какие доводчики никаких не закрыл вот теперь закрыл зато тут есть канистр в общем семидесятка открываем дверь попадаем в 90 х все как мы любим заход заходу машину высоко удобно сели сидение кстати блин тут реально удобнее если честно и у него больше настроек нет соврал у него также две настройки но все-таки семидесятка это я семидесятка она и мощнее и со всеми вытекающими но без ключевого доступа здесь конечно же нет обычный ключ вставил повернул и поехал меньше того что может сломаться либо подвести в непредвиденной ситуации да да но вернемся к джиме ну вот поговорили мы сегодня о звуки джиме это конечно маленечко вообще не наша профильная машина но тем не менее у нас появился и хотелось бы с вами этим поделиться цена этой машины на сегодняшний день а сегодня у нас 5 июля 2024 2 миллиона двести девяносто девять тысяч рублей машина вот она как нас найти правильно вот здесь сейчас qr-код появится по нему можно пройти в наш телеграм-канал и задать интересующие вопросы по этому либо любому другому автомобилю которая есть у нас также не забываем что мы возим запчасти для американских пикапов и всех остальных машин которые мы возим также переходим в нашу группу вконтакте там следовало бы тоже на нее подписаться ну и палец вверх колокольчик и вот как-то так а с вами был я евгений и до новых встреч пока пока